Друзья, очередное видео в рамках лекции по книгам Дэвида Шнарха «Страсти и супружества. Близости и желания». Всё про отношения, про то, как они формируются, как двигаются и от чего зависит их благополучный исход. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Это необходимо для поддержки канала и для того, чтобы как можно больше людей узнавало об этой ценной информации. И подписывайтесь на мой канал «Красота в потоке жизни». Там больше информации о мероприятиях, которые будут вам полезны. Приглашаю. И приятного просмотра. Дифференциации. Мы в прошлый раз немножко сейчас пробежимся. Какие у нас термины вводились в прошлый раз? У нас был разговор про эмоциональное слияние, о том, что оно у нас формируется на ложной идентичности нашей, что это и есть отражённое ощущение себя, где мы определяем через внешнее, но не через внутреннее развитие себя, не через внутреннее понимание себя. И вот от этого у нас все беды. Но беды только относительно, потому что, соответственно, заимствованное функционирование – это когда мы пытаемся облегчить себе жизнь за счёт партнёра. То есть мы создаём такое, мы заимствуем функционирование. Или наоборот, партнёр заимствует функционирование у нас. Когда мы идём в иноподтверждаемую близость, например, мы заимствуем функционирование. Вот если меня похвалят, поддержат, я получу словно такую энергию любви, и на этом состоянии я буду лучше функционировать, буду довольна, в настроении. И вот это заимствованное функционирование, оно развивается как раз из эмоционального слияния, где мы друг на дружку в партнёрстве опираемся. Но также мы говорили, что это заимствованное функционирование в эмоциональном слиянии, оно рано или поздно приведёт к тому, что мы методом исключения возможных вариантов подстроек друг под друга придём в состояние эмоционального тупика. И также говорили о том, что мы, у нас есть такая способность к картированию ума другого, своего ума, и в зависимости от того, откуда мы живём словно, откуда мы проявляемся, из отражённого ощущения себя или из цельного гибкого я, характер этого картирования будет у нас разным. Направленность будет разная. То есть картирование из отражённого ощущения себя будет направлено на партнёра с целью просмотреть, насколько к нам относится хорошо другой человек. То есть из этого состояния мы не способны к эмпатии, потому что всё наше внимание зациклено на том, как нам относится. Нам другой человек не виден, и мы сами себе не видны. То есть это вот то, что Кейти называет заниматься делами других, это вот отсюда. Когда мы погружаемся в свои дела, а свои дела, вот как раз цельная гибкая я у нас уже развивается, да, когда мы в своих делах, в своей жизни, в самоопределении, да, в таком балансе, когда мы не в самоподтверждаемой близости, не нуждаемся словно в поддержке других людей, и тогда мы способны уже осознавать себя, картировать свой собственный ум и картировать ум другого уже на предмет понимания его, сопереживания ему, проявления эмпатии, да, не для того, чтобы получить от него любовь. А тут у нас уже включаются элементы как раз ненасильственного взаимодействия, да, и чувствования партнёра. Вот. И в этом состоянии из цельного гибкого я у нас уже появляется готовность и позволение другому человеку нас считывать, поскольку мы уже не нуждаемся в подтверждении, нам нечего терять словно, да, мы открыты, мы можем быть прозрачны. И тогда вот получается наше восприятие себя и других и восприятие другого человека нас здесь достигает максимально точной картины, хотя она тоже может быть как-то искажаться, потому что мы ещё такие непросветлённые, у нас всё равно есть какие-то истории программы, но, по крайней мере, вот из этого, из дифференцированного состояния мы более ясные для себя и для другого. Это облегчает жизнь, да, всем сторонам. И как раз вот эта вот готовность считывать партнёра, да, что у него там, да, показывать себя партнёру, видеть, что партнёр видит нас, да, я вижу, что ты видишь меня и то, что ты видишь, что я тебя тоже вижу, то есть вот это такое раскрытие, да, создаёт глубокие переживания близости и осмысленность происходящего именно в такие моменты достигается очень высоких пределов, вот. Самое прекрасное у нас происходит как раз отсюда, поэтому вот если мы из отражённого ощущения себя, мы где-то подзависаем, в таком перетягивании каната, кто кого больше любит, да, здесь вот такая война за любовь. Здесь мы уже в другом состоянии сознания находимся и в другом проявлении. То есть это наша такая цель. Мы также с вами говорили, что в партнёрстве всегда мы находимся примерно на одинаковом уровне дифференциации с нашим партнёром. Если это такое достаточно долговечное пребывание, потому что с разного уровня дифференциации пара долго не выдержит. То есть начнётся либо сильный кризис, и если один не идёт в рост, да, другой идёт, то пара может распасться. Вот, но здесь самое главное, нам нужно освободиться от иллюзий, что мы где-то мудрее партнёра нашего, более дифференцированные, да, поскольку если бы это было так, то динамика в паре была бы иная. Если у нас есть какие-то ещё сложности, недопонимания, то значит мы сами эту систему поддерживаем. Почему, да, вспоминаем заимствованное функционирование. То есть наше согласие, согласие откуда идёт? Скорее всего от отражённого ощущения себя, где мы до конца себя не определяем, да. Соответственно мы поддерживаем эту систему собственным участием в этом. Вот, и в плане тоже вот этого зависимости от отражённого ощущения себя, мы говорили в прошлый раз, что оно создаёт определённые сложности в партнёрстве, и мы, наша адекватность, да, то есть наше чувство себя, почему боль мы испытываем, потому что мы попадаем в чувство неадекватности, со мной что-то не так. Почему? Потому что как-то партнёр проявляет себя относительно меня. На ранних стадиях отношений, да, мы стараемся не создать друг для друга повышенную тревожность, то есть не создаём подпорки друг для друга, и на начальном этапе это достаточно выглядеть так заботливо и любяще, но чаще всего это мы делаем за счёт собственных уступок, то есть как бы жертва такая, жертва своей целостности. Но внешняя тревожность гасится, да, и у нас какой-то период времени есть иллюзия, что у нас всё хорошо. Вот, но именно вот эти подстойки, да, приводят нас к национальному тупику, и это естественный этап в браке, такой срединный, срединная точка, да, после которого начинается уже настоящий рост. То есть мы вырастаем из национального слияния, вырастаем в более дифференцированное партнёрство, где мы не созависимы друг от друга, независимы, да, от поддержки партнёра, а где мы взаимны, взаимны, то есть мы в состоянии уже связи, альянса, да, как-то вместе делаем наши дела. И вот отражённое ощущение себя также очень сильно влияет на сексуальное желание, наша адекватность, да, как партнёры, допустим, с низким желанием, с высоким желанием, вот эта внутренняя наша неадекватность, да, она заставляет бороться с партнёром за право быть адекватным каким-то. Но мы это делаем не за счёт собственного развития, внутреннее развитие собственной самости, а, как правило, через давление на партнёра. Поэтому партнёр с высоким желанием, если он в отражённом ощущении себя, чувствуя при отказах партнёра с низким желанием чувство неадекватности, потеря вот этого, какого-то чувства гармонии, да, внутренней, то он будет давить на партнёра с низким желанием эмоционально как-то, обидами, шантажом, там, уговорами, да, для того, чтобы свою самооценку здесь немножко восстановить. То же самое партнёр с низким желанием, попадая в чувство неадекватности, что его требуют там секса, а он не готов. Он в борьбе с партнёром с высоким желанием тоже пытается восстановить своё чувство адекватности. То есть вот таким образом отражённый ощущение себя заводит пару в тупи, когда ни один из партнёров словно не готов уступать друг другу. И партнёр с низким желанием отказывается от секса, и партнёр с высоким желанием у него тоже отказывается в обиде от секса. Если секс попадает в партнёры, ну, это, Шнар говорит, не просто промежуточный этап, выход из него, да, вот сегодня будем рассматривать. Ну и заимствованное функционирование. Здесь вот такие основные таблички я собрала в начале лекции. Вы можете опять их просмотреть, проследить логику, понятно ли вам, как она здесь двигается, да, всё ли здесь хорошо. Ну вот основное взаимствованное функционирование, да, у нас получается, что одновременно не может быть два сильных партнёра. То есть функционирование одного происходит за счёт слабого функционирования другого. И, допустим, даже вот получатель, да, его эго искусственно сильное, а в сути он не идёт в рост, этот партнёр. Но за счёт донора, да, часто его вот это слабое функционирование поддерживается, потому что донор не создаёт вызов для своего партнёра. Вот, и а почему донор так делает? Потому что иногда есть страх, что если партнёр пойдёт в рост, тот же партнёр, допустим, с высоким желанием, или они могут и так, и так быть, да, то здесь не обязательно, что партнёр с высоким желанием, это получатель или донор. Вот мы смотрели, я не помню, пара какая, Роберт, по-моему, он был партнёром с высоким желанием, да, но заимствованно функционировал через свою жену, считая, что это в ней проблема, да, у него всё в порядке, она не хочет секса, она как донор его эго таким образом не поддерживает. Вот, а бывает донор-партнёр с высоким желанием, наоборот, да, который, словно, подстраивается под ограничение партнёра с низким желанием, под его не хочу, не могу завтра, да, то есть тирания такая включается, и партнёр с высоким желанием, словно, тоже соглашается на низкий уровень контакта, взаимодействия, да, это тоже вот заимствованно функционирование. Но суть его в том, что партнёры здесь не растут, а создают ложную вот эту видимость, что хорошо развиваются отношения. Вот, ну и эмоциональный тупик пара проходит поступательно, да, всё начинается с отказов, и постепенно оба доходят до точки, когда чувствуют заложниками друг друга, потому что их потребности завязаны друг на друге, и они не удовлетворяются. И чем больше мы находимся в отражённом ощущении себя, тем вот это состояние для нас является более травмирующим, таким внутренним, тем больше мы будем уходить в претензии к партнёру, будем давить на него, и меньше работать с собой, и состояние наше будет ухудшаться. Но это всё до той точки, пока мы не... То есть мы на повседневной основе подавляем партнёра, не выводя его в рост, да, потому что, я договорила фразу, что если партнёр начнёт расти, и, допустим, донор часто нуждается в том, чтобы быть нужным, да, поэтому соглашается на более низкие условия. Если партнёр пойдёт в рост, а вдруг я буду не нужна, не нужна, да, а вдруг партнёру станет со мной неинтересно, он будет такой высокодифференцированный, а как же я, да, мне лучше, чтобы он от меня зависел. Поэтому я создам такие обстоятельства, что партнёр будет во мне во многих местах нуждаться. А пока он нуждается, он рядом, да, то есть мы не развиваем слово самостоятельность другого человека рядом с нами, а развиваем его зависимость от нас. Вот. И это определённая нагрузка для донора, потому что она физически очень сильно выматывает эмоционально, да, но с другой стороны, это, ну, тоже определённая выгода здесь. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!